Не забудь подписаться, поставить лайк и нажать колокольчик. Не пропускай выход любимого сериала. Субтитры сделал DimaTorzok из моего заявления на отпуск. А, вон в чём дело. Ну тогда не видать вам отпуска, как собственных ушей. Дело в том, что ваша галлюцинация в детское отделение пошла. Вместе с ним был добрый волшебник и ещё кто-то. Я не поняла кто. Это студенты из театрального. Если вам что и померещилось, так это собственный отпуск. Романыч, у меня проблема. Срочно помощь твоя нужна. Сём, ты бы мне хоть соскучиться по этой фразе дал. Чё опять? Короче, захожу я к Ире с утра. Да я этот кирпич увидела, когда он у меня уже права забирал. В общем, сегодня к шести вечера в ГИБДД. Всё, наездилась. Так, Ир, ты это, успокойся. Права, тоже мне проблема. Сейчас решим всё. Надо было сразу мне сказать. Семён. Так, тихо. Алло, Евгений Степанович? Да, здрасте, это Семён. И чё от меня-то надо? Хату на ночь? Да нету никакого Евгения Степановича, нету. Наврал я. Увидел, что она, вон, плохо ей успокоить хотел, помочь как-то. Понятно, чё ты хотел-то. Посмотрите, Ирина Витальевна, как я крут. Ты бы вообще видел, как она на меня смотрела. Реально, как на героя. Ну, так ты этот взгляд-то запомни. Герой. Больше ты его не увидишь. Привет, Варя. Отлично выглядишь. Сейчас пойду на паспорт, сфотографируюсь. Варя, ты чего? У нас после ночного дежурства только Лобанов нормально выглядит. Потому что спит. Ага. А я бегала всю ночь. Наши ноги кудят. О, и что, сильно гудят? Это вообще кошмар. Ясно. Давай, снимем туфли. Сейчас сделаю тебе массаж. Массаж? Да. Дипломированный специалист. Аномально нежные руки. Ну, давай. Знаешь, мне даже один сенатор ко мне ходил. И модель известная одна. Ну, они приходили вместе, конечно, с сенатором. И уходили вместе. Варя, вставай. Уже десять минут, как закончил. Фея, спасибо тебе большое. Это было, это было как, нет, даже лучше. У меня такого еще никогда не было. Ты просто лучший. Где-то я это слышал. Правда, по другому поводу. Тоже я женщина. Андрей Евгеньевич, хотите печенюшку? Ешьте, все равно засохнет. Люба, рекламный бизнес, это не твое. Друзья, а вы не подскажете, что в нашей вполне себе современной больнице сделает мушкетер? Да. Понятно. Ты все, да, Купитман? Фасеточные твои тебя уже не вывозят? Французский коньяк. Хлещешь, вот тебе мушкетеры грезятся. Переходи на армянский, глюки роднее будут. Дольше не запалишься. Андрюшенька, вполне смешно. Я его не галлюцинировал. Он был реальнее. Да вот это плохо. Вот заметь, ты не только отрицаешь, ты еще и настаиваешь на своей галлюцинации. Бросай пить, Ваня. Так, и до пушного зверя недалеко. Дай-ка я тебя за глазное яблоко пощупаю. Мой мозг чисто свеж, в отличие от твоих рук. Не ходите, говорить не надо. А я вот сейчас не поняла, Андрей Евгеньевич, а в чем был смысл вот этого? Веселье, розыгрыш, глумление, издеватель там. Ты чего убиваешь? Глумление. А, мальчик, ты серьезно? Что у тебя вообще, что ли, никого в ГИБДД нет? Нет. Был один, но его уволили за взятки. О, продажная, не мог, что ли, до нас подождать? Так, ладно, пошли купить парад. Зачем? Соскучился, я по нему, Сёмка. Он, а, еврей, б, венеролог. В плане связи, это гремучая смесь. Разумеется, есть. А он сможет помочь, права вернуть? Других не держим. Так позвоните ему, Иван Натанович, там человеку хорошему помочь надо. Ломанов, я прекрасно понимаю, что надо позвонить. Я так же понимаю, что человек, которому надо помочь, хороший. Но я надеюсь, что ты понимаешь, что этот звонок не бесплатный. Обижайте, Иван Натанович. Сколько надо, столько будет. Девушка, будьте добры, соедините меня с Валерием Леонтьевичем. Как представить, скажите, Купитман из венерологии. Да, он поймет, не сомневайтесь. Валерий Леонтьевич, а, вы узнали. Да, извините, да, нет, никогда, да, на работу никогда, да. Простите, извините, удачного дня. Пошли вон. Люб, Фил просто волшебник. У него такие руки, и я прям улетела куда-то и отключилась. Ой, Варя, ладно, хватит, перестань. Он тебе массаж только ног сделал, а ты его нахваливаешь, как будто вы, пардон, переспали. Ну, тут, Люба, не сразу и скажешь, чтобы я сейчас выбрала. Ладно, пойду поработаю, пока у меня настроение хорошее. Вот это, да? Это что это у него там за руки такие? Ну, конечно, дурилка целлулоидная. У меня есть знакомая в ГИБДД. Куча, даже две кучи. Ну, а вы можете им позвонить? Ну, конечно. Как же я могу бросить своего любимого и еродивого? Выбирай, кому позвонить. Сержанту Перепелкину, которому я на лысину плюнул, когда ему моя аптечка не понравилась, или лейтенанту Мутарзену, у которого я служебную тачку угнал, когда он с моей номера скручивал. А еще я могу позвонить бывшему инспектору Кноталеву, которого я споил, а потом на рутюб выложил. Как он в камеру над дорогой камнями кидался. 85 тысяч посещений в месяц, кстати. Люба! М? А у нас случаем ГИБДДшник какой-нибудь не лежит? Вроде нет. Блин. А что, Лобан, у тебя проблемы какие-то с ГАИ, да? Ага, с дружизниками. Те-то какая разница? Да, в общем-то, никакой. Но я просто думала помочь. У меня Серега, ну, бывший мой, ну, это не важно, он в ГАИ работает, поэтому, ну, если не хочешь, значит, не хочешь. А это твой Сереженька, он права вернуть может? Алло, Сережа, привет. Это узнал? Здорово. А я вот думаю, дай позвоню, узнаю, как дела. Мне хорошо, я в больнице. Да, все так же работают. Встретиться? Давай. Восемь? Отлично. Права, Люба, права. А, да, Сережа, чего хотела спросить, скажи, а ты можешь вытащить права одному человеку? А, ну, ясненько. Давай. До вечера. Ну, чё, срослось? Срослось. Нет, а чё ты о нём? Раньше-то не вспоминала, забыла. Чё с правами-то, Люба? Куда ехать? А, с правами? А с правами ничего не получится. Он давно просто из ГАИ уволился и... Надо было маникюр сделать. Так, кто у нас здесь? Мошкетёр? Гендальф? Ага, стриптизёрша. Я принцесса Жазмин, если чё. Вы вообще кто такой? Я король соседнего отделения. На колени можно не падать. Предлагаю перестать выносить детям мозг и немного подзаработать. Что скажете? А, что делать? Да так, живёт в нашем королевстве на окраине один впечатлительный алкоголик. Ой, ой. Привет, Филь. Как дела? Нормально, как у вас? Филя, бегаешь, бегаешь, присесть некогда. Ноги так болят. Плакать хочется. Мне ведь никого не волнует. Ноги — это очень важно. С этим надо что-то делать. А что ты тут сделаешь, когда у меня только десять минут на отдых? Ну, разве что ты успеешь? Конечно. Десять минут — это вполне хватает. Правда? Правда. Кстати, есть отличный способ. Надо лечь так, чтобы ноги были выше уровня тела, и через десять минут вам будет значительно легче. Попробуйте. Ни у кого в больнице нету знакомого ГИБДДшника. Чего я теперь Ире говорить буду? Ну, чё, Сём, врать так врать. Скажи, что в твоего Евгения Степановича молнию ударило. Когда он очередную взятку брал? У тебя же Ирина верующая, правильно? Ухохотаться, Глебка, молодец! Прости. Скажу право. Я, по крайней мере, попытался. Привет, Глеб. Привет. Слушай, Семён, пять часов уже, а ты мне не сказал, кому там в ГИБДД подходить. Понимаешь, Ирина, тут такое дело, ну, не пойми меня неправильно. Понятно. В общем, не получилось, да? Ну, почему сразу не получилось? Получилось. Всё нормально, всё хорошо. Просто мне с тобой придётся поехать. Нужно личное присутствие, понимаешь? Правда? Да, конечно, правда. Ну, чтобы не обманули тебя там, не наврали ничего. Да? Ну, да. Пойду за пальто схожу. Хорошо. Фил, я у тебя спросить хотела. А почему ты любил массаж? Не сделала, но очень хотела. Хм. Ну, как тебе объяснить? А, ты мне нравишься? Ну, в смысле чувств, а, ну, физически. Ты молодая, красивая девушка. А Люба... Люба. Людич, говорит, нужно лапки кверху и расслабиться. А то я это без него, понимаешь, не знаю. Люба, на самом деле, это я виновата. Просто я тебе сразу не сказала. Он мне массаж за деньги сделал. Я его уговорила. Да? А за сколько? За сколько, за сколько? За пятьсот рублей. Ну, так это нормально ещё за пятьсот-то рублей. Чё, я пятьсот рублей, что ли, ему не нашла вы? На самом деле, это с меня пятьсот. Он мне просто две должности был. Две пятьсот получается. Офигеть! Две с половиной тысячи за десять минут? Он что, не обнаглел, что ли, совсем, а? Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, садитесь. Здравствуйте. Я, наверное, ошибся. Вы на лестнице сейчас кого-нибудь видите? Андрей Евгеньевич, что вы делаете? Я работаю в поте лица в границах бесплатной медицины, как завещал Великий Минздрав. А вот что делаешь ты, мой предприимчивый друг? Оказание платных услуг у моём отделения не поощряется. Каких платных услуг? А, режим дурачка. Знакомо. Карается дежурством. Я говорю про платный массаж, Фил. Два дежурства вне очереди. Одно за сам факт, другое за неприличную сумму. Андрей Евгеньевич. И один бесплатный массаж для шефа, чтобы иссушить поток его справедливого гнева. Андрей Евгеньевич, я вам сейчас всё объясню. Что должна была ей сказать? Нет ли просто Филу неприятно к тебе прикасаться, не нравишься ты ему, да? Ну, конечно, не так. Но можно было что-нибудь придумать. Фил, поверить не могу. Ты поощряешь ложь. Я как заведующий допустить вранья не могу. Сейчас же пойду к Любе и скажу ей, что ты её считаешь, мягко говоря, некрасивой. Пожалуйста, не делай этого! Ну, не знаю. Попробуй меня уговорить. Как? Проезд по знаку 3-1, въезд запрещен. С выездом на дорогу, между прочим, с односторонним движением. Нарушение статьи 12.15, часть 4. Лишение прав на полгода. Как? Как, как лишение? А он что, Евгений Степанович, не звонил? Кто? Мы что, не знаем, кто такой Евгений Степанович? Совсем что ли обнаглели начальство не знать? А ты что разорался-то? Ты вообще кто такой? Кто я такой? Это вот тебе сейчас Евгений Степанович объяснит, кто я такой. Сейчас вот я при тебе ему позвоню. Звонить? Звони, звони. Чё ты лыбишься? Да вот последний раз, между прочим, лейтенантом лыбишься. Алло, Леночка, дай-ка мне Евгения Степановича. Да. Это Семён. Выдя на секунду, сейчас серьезно разговор будет. Ну ладно, хорошо. Да, здрасте, Евгений Степанович. Это Семён. Слушай, дружище, ты извини меня, я тебе сейчас всё объясню. Да уж постарайся. Короче, я обычный врач, у меня нет никаких знакомых блатных, а это, блин, девушка моя, ну почти. Ну, короче, ты чё, я баб не клеил, что ли? Ну, ясно. А я уж думал, какую часть тел тебе прострелить. Шутка. Ну, вот я так и понял сразу, что ты нормальный пацан. Слушай, ну, как его, да, договоримся, дружище. Там, если чё, по медицине, всё, всё сделаю, ну. Держи. Больше не теряй. Спасибо тебе огромное. Слушай, я там, кажется, шарф забыла. Я сейчас, подожди. Тихо, 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 стой. Я сам схожу. Неудобно, он там плачет, сидит. Привет, Фил. Ходят слухи, что ты считаешь нашу Любу страшной. А она-то ведь этого не знает. Что ты хочешь? А ещё ходят слухи, что ты отлично делаешь массаж ног. Привет, мой антиловый друг. Сваливаешь дурку? Правильно. Ушной зырёк никогда не приходит один. За белкой может вполне и песец наглянуть. Да. Что да? Андрюша, не надо. Я ложусь в клинику. Мне никогда не было так страшно. А кто же у нас за человеческими промежностями следить будет? Это же на месяц. Раньше с твоей белкой не справятся. Я не знаю, Андрюша. Но в таком состоянии я не могу больше людей лечить. Эти галлюцинации, у них нет логики. И сам я не могу с ними справиться. Я не на больничный ухожу, Андрюш. Я увольняюсь. Чё это? Пропил я в себе профессионала, Андрюшенька. Мне с пациентами нужно работать, а у меня чертято с мушкетёрами перед глазами. Не могу так больше. Я порядочный человек. Я вам и заявление уже написал. Ладно, пойду я. Ваня, не делай глупостей. Хотя я понимаю, что это единственное, что ты делаешь качественно, но на данный момент уже перебор. Андрей, ты, пожалуйста, навещай меня по воскресеньям, ладно? У меня ведь кроме тебя... Извини. Я тут адресочек клиники, в которую ложусь, написал. Пожалуйста, не забывай. Купитман, не сходи с ума. Это я тебя разыграл, коряка ты старая. У нас в детском отделении студенты спектакль показывали. Вот я их и нанял, чтобы они тебя допекали. Спасибо, Андрей. Ты настоящий друг. Только не надо меня утешать. Я знаю, ты настоящий интеллигент. Ты не мог со мной так поступить. Это я допился до чертиков. Мне теперь и разгребать эту клоаку. Да, согласен. Поступок идиотский. Что, кстати, еще раз подтверждает, что это правда. То есть ты подтверждаешь, что ты идиот? Да, получается так. Ядерный, какой хочешь. Все. Возвращайся. Хорошо. Только ты теперь это и отнесешь. Заявление. Я, Быков Андрей Евгень... Я, Быков Андрей Евгеньевич, заведующий терапевтическим отделением, прошу уволить меня в связи с болезненной тягой к розыгрышам, латентным садизмом, на! И дебильным чувством юмора. Не согласен. Ах, ты змеюка кошерная. Догадался, да? Андрюшенька, я знаком с госпожой Белочкой уже много-много лет. Ты даже не представляешь, сколько я видел. Из чего ты взял? Что я, алкоголик с 30-летним стажем, не отличу дешевый маскарад от реальных галлюцинаций? Кстати, сколько ты заплатил своим глюкам? Тысячу! Лечиться вам надо, Андрей Евгеньевич. Лечиться. Кстати, я вам там адресочек клиники написал. Вы, пожалуйста, обращайтесь. А я буду вам передачки по воскресеньям приносить. Иван, а как? Вот! Что это? Деньги! Две с половиной тысячи. Делай массаж. Любовь Михайловна, какой массаж? Вы о чем, а? Ты мне мозги-то не пудри. Что думаешь, я ничего не понимаю, что ли? От тебя вон все довольные выходят, как кошки после секса. Лыпятся до сих пор. А я что, хуже? Может, завтра? Сегодня. Я тебе вон деньги принесла, и немалые. Да, вот, рукастый. Приступай. Вот. О, вот это блаженство. Все, сеанс окончен. Это того стоило. Никаких денег не жалко. Давай я к тебе завтра приду, а? Нет, не получится. Просто, понимаете, Быков запретил оказывать платные услуги в отделении. И вот это, не надо денег. Как это не надо? Все платили, и я плачу. Ты что думаешь, я самая нищая, что ли? Нет, нет, просто красивым девушкам бесплатно. Ага. Ну, спасибо. Ну, вообще, правильно. Ты сегодня так нормально заработал. Мидиан. 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 Ну, ты как? Что с тобой? Говорить можешь? Я умираю. Ничего. Потерпи, Натаныч. Я уже здесь. Я не дам. Ну, что ж ты за гнида-то такая, а? Прям втроём, что ли? А чё ты удивляешься? Они девки молодые, без комплексов. Он тоже только на первый взгляд такой серьёзный. Запирается у себя. Перевязочно и ну тютюшка-то. Милое дело. Да ну, Люба. Ну, какая ты всё-таки сплетница? Люди врут, а ты повторяешь. Варя, ты как первый день в больнице работаешь. И люди не врут. В каждой сплетне есть маленькое зёрнышко правды. Прямо-таки в каждой? Без исключения, в каждой. А вот про тебя слушок ходит, как-то и с электриком того. Чего с электриком? Обалдела, что ли? Что я? Это люди. Сама говоришь, люди не врут. Конкретно какие люди? Ну, я слышала, как Галя говорила, что электрик сам санитаром рассказывал. Интересно. И чё это он такое рассказывал? Подробности всякие. Какой ты страстный, как у тебя там всего много. За что, ухватиться можно? Угу. Ох, сейчас я его ухвачу. Кабана бородавочного. Здорово, Фил. Вот скажи этому деду. Пичера это тот, кто ловит или тот, кто кидает? Фил-то, похоже, помер и вынес в российской действительности. Я с вами не согласен, коллега. На мой взгляд, это банальная тоска по родине. Соскучился наш Фил по кудрявым секвоям. Ау, Филиус, чё с тобой? Меня Джессика бросила. Ага. Ну, бывает. Мы два года вместе встречались. И после всего этого она даже не позвонила. Просто написала в Твиттере, что устал без секса. И в Фейсбуке установила статус в активном поиске. Чё сделала? Кинула по-жёсткому, ещё опозорила слегка. Ну, как она могла, а? Ну, мы же поклялись хранить друг другу верность. Слушай, ну, её-то тоже можно понять. Вот ты уехал к чёрту на рога и терпи. Давай сейчас про рога-то не будем, ладно? Сколько там? 120 на 80, как у призывника на курорте. Зачем ты мне врёшь, Антон? Капитман, не сходи с ума. У тебя камень идёт по мочеточнику, отсюда и боли, вот и всё. У меня гидронефроз и атрофия паренхимы. Я чувствую. Всем привет. А чё это с Филом? Не обращай внимания, его девчонку бросила. Джессика? Может. Фил, ты как? Плохо. Вот она, гадина. У вас такая клятва красивая была. В стихах. Хочешь чаю? Настя, скажи мне правду. У меня опухоль. Ваня, у тебя почечная колика. УЗИ показало камешек размером в полсантиметра. Вот такой вот, ничего страшного. Настя, не надо так со мной. Скажи мне, как есть. Я мужчина, я не сломаюсь. Купитман, мне нечего тебе больше сказать. А я думал, ты мне друг. Любаш, привет. Как жизнь? Нормально, а ты знаешь, прям бьёт ключом. Это чё ж ты, сучонок, поганый, такое и делаешь? Магнитофон починяю. Нашёл на помойке магнитофон и решил починить. Вот я тебе сейчас так починю. Я сейчас так починю. Починять нечего будет. Стоп, Любаш, если какой конфликт, то у меня вот паяльник включён. И вообще всё под высоким напряжением. Так что, давай я сначала обесточусь. Ух ты, Юрий, бестолочь. Помаду поймёшь ты. Ой. Ой. А? 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 Ну, есть небольшая дилетация. Ну, ещё бы, так пить. А в целом, всё хорошо. Могло быть значительно хуже. Ложь во спасение, да, Андрюш? Купитман, ты меня задрал уже. Если я тебя не устраиваю как врач, найди себе другого врача. Врачи врут пациентам. Я сам врач, я знаю. Ну, почему ты врёшь мне, своему лучшему другу? Иваныч, Иваныч, ты как? Любаш, ты зачем меня убила? Ты обалдел, что ли? Ну, во-первых, я тебя не убивала. Ну, во-вторых, нечего было трундеть, почём зря. Ну, так, это я не специально. Просто разговор так вышел, и потом выпили мы с пацанами немножко. Вот я и прихвастнул. Прихвастнул он? А я при чём? Что, других баб, что ли, в больнице мало? Есть, конечно, но не в моём вкусе. Вот ты, женщина видная. В теле. Слышишь у меня, тело. Ещё одно слово. В травматологии у меня будешь долечиваться, понял? Понял, всё. Молчу. Слушай сюда. Как только сейчас с коечки встанешь, пойдёшь к своим мужикам и скажешь, что со Скрябиной, Любовь Михайловной, тебя ничего не было и быть не могло. Понял? Понял, окей. Даю опровержение, всё сделаю. Любаша. Мне бы... Чайку. Чайку ему ещё. Подавай. Ладно, принесу. Нимфа. Это агония, Ваня. Андрей, Настя, скажите, что это неправда. Разбудите меня, ущипните меня. Я не хочу. Держись, док. Ну что, Люб, как у тебя с твоим электриком? Варя, только давай не начинай, ладно? Ляптал мужик что-то там по пьяни, выдал желаемое за действительное, ничего, я с ним уже поговорила, правила у мозги-то куда надо. Видимо, не до конца вправила. Не поняла? Мне Галя сказала, что ей Марина сказала, чтобы о Вале слышала, как электрик твой говорил Михалычу, что у вас теперь всё сердёжно. Чего? Ну что ты его специально стунула из ревности, чтобы он с другими женщинами не встречался. Сморчок он поганый, сейчас я ему глуплю. Ну слушай, серьезно, у вас действительно что-то? Варя! Хитрить, подрить! Не было у нас ничего! Не было! Слушай, а мы с Купитманом палочка-то не перегнули? А ну как у него, на самом деле, сердечко не выдержит. Настя, я за сегодняшний день потрёпанный купитмановский моторчик на трёх приборах проверил. Ничего ему не сделается. Он, конечно, нам нервы потрепал, но как-то жалко его. У него уже истерика была. Ничего, ничего. Сильные эмоции даже полезны. Мы этого гада принудим к жизнелюбию. Научим ценить это бренное существование. Сильные эмоции Ушиблены током, а я парюсь в больнице эту. Тут он недоделок, совсем страх потерял. Я сейчас такую инвалидность оформлю. Всякую брехню про меня тут по больнице разносить. Стоп, 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 Любаш, стоп, стоп. Вот честно, честно, хотел во всём признаться. Так договаривались, ну, понимаешь, не смог. Ну, не смог. Язык не повернулся. Так себя опозорить. Гадёныш, а меня опозорить можно? Я не понял, а тебе-то чего? Я, мужик видный. Опять же, специальности имею. Льва, 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 стоп, 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 стоп. Я всё понял. Признаю, был неправ. Расфантазировался. Извини, пожалуйста. Битный мужчина, да козёл ты фрешивый! На, тебе, получай! Ну вот, Люба, ты всё счастье нашла. Бьёт, значит, любит. Галь, ты чего? Ну, между ними ничего нет, даже слухи. Варь, ты чего, первый день в больнице? Дыма без огня не бывает. Да и сама Люба говорит, что в каждой сплетне есть зёрнышко правды. Глеб, мы здесь уже полчаса никого не сняли. Теряем время. Ещё по гробчику ори, мы вообще никого не снимем. Танцуй по сторонам, смотри, по сторонам смотри, танцуй. Хочу пенсибать, сокращу. Прекрати орать о том, что ты хочешь. Лучше вон туда посмотри. А ты правда американец? Стопроцентный. Могу показать паспорт. Круто. Слушай, поехали ко мне, а? Поехали. Поехали. А ты в Америке в каком городе жил? В Бостоне. Да ладно, у меня ква-парень уехала в Атлантик-Сити. У тебя что, парень есть? Не парься, он уехал на полгода. Я столько не выдержу, он тоже. Твою мать! Что? Что слышала? Он там человеческие жизни спасает, а ты здесь. Человеческие жизни? Он дизайнер вообще-то. Неважно, он тебя любит, дура! Какое тебе дело? Кого такое дело? Не смей изменяться моему парню! Проститутка! Ты что, разошелся-то? Остынь, эй! Да она такая же, как Чесика. Есть парень, но сама хотел со мной идти. Ну и что, хорош орать-то. Сейчас охрана придет. Давай, иди вон, пивка попей, может отпусти. Давай, 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 давай. Вы ж извините моего друга, он тяжело разрыв переживает. Бывает. Ну, этого просто не может быть! Чего бы тебя подрал, Быков, с твоими розыгрышами? Ну, этого просто не может быть! Чего бы тебя подрал, Быков, с твоими розыгрышами? Ну, в принципе, я так и думал! Не по здешней моде нарядился усопший Купитман! Сволочь ты! Еврейская! Я что, уснул? Что вы так долго ехали? Я вам такое шоу приготовил! У нас это была единственная ночь на этой неделе! Чего за тупой прогон с почкой? У меня, значит, тупой, а у вас умный! Ай-яй-яй, как не стыдно! Подделали анализы! Заключение МРТ! Потому что ты нас достал сегодня! Лежит, он умирает от камня в почке! Иди сюда, гад! Иди сюда, гад! Камень уже вышел, не беспокойся! А что, если бы я у вас действительно упаковочку дал, а? Об этом вы подумали? Мерзавцы! Какая разница, Купитман! Живым тебе из морга не выйти! Настя, загоняй его ко мне! Чего приперлись? Вы же после клуба должны были к Филу пойти! На терапевтические потрохушки! Концепция поменялась! Фил не хочет женщин, Фил хочет бухать! А мы познакомились в колледже, в оркестре! Она играла на флете! А я на болторне! Водку не грей! Что? Пей давай! Ага! А я что? Даша! Полтора года мы встречались, прежде чем у нас был первый секс! Ну, а ведь я же терпел! Я терпел! А она не выдержала трех месяцев! Что ты сказал? Ну, давай еще раз, а? Ты… Весь мир бардак! Все бабы… Ну, это же великая мысль, блин! Ну… Лобанович, ты пилот! За… Это не я! Это русский народ! За… Мудрый русский народ! Ну, и за Джессику тоже, а? Джесс! Ну, почему ты так со мной, а? Я первый раз вижу, что вы так нажрались за 15 минут! Фил, хватит ныть! Ты только что говорил, все бабы дуры! Нет! Она хорошая! Лобанович, давай я! Джесс! Мой одесс! Так, Филька! Да? Филь, держи! Давай, держи! За Джесс! Наконец-то! Хоть выпьем нормально, блин, без этих соплей бабских! Чесс! Я любит тебя! Чесс! Я любит тебя! Семен, эй, Семен, прослесь. Стой, хуёй, чё надо? Скажи честно, у меня вчера был секс. Да пошёл ты. Глеб, Глеб. Ну, скажи я одно слово, скажи, у меня вчера был секс. Да не было у тебя секса, успокойся ты. У Глеба был, у тебя нет, спит ты уже. Романович, блин, тебя пока дождёшься, курить бросишь. Давай сигаретку. Поздравляю, Сёмка, теперь у тебя хотя бы своя ложка есть. Нравится? Ну, судя по тому, сколько она стоит, у меня сразу вопрос. Ты её забрал у кого-то или нашёл? Ир подарила. Кстати, Лобаныч, по этикету, когда тебе кто-то что-то дарит, надо как-то отвечать. И желательно, не занимай денег у друзей. Ой, Глебка, не учи дедушку кашлять. Я уже давно всё подготовил. Курьер приехал, наверное, пойдём, заценишь. Курьер приехал? Да. Кресло? Ну да, 4900, между прочим. А до скидки 7,5 было. Ортопедическая. Ну, если, конечно, у твоей Ирины аллергия на цветы, она не пользуется духами и приходит в бешенство от украшений, то да, ортопедическое офисное кресло в самый раз. Чё такого-то? Я вот кресло её видел, у неё еле дышит оно, сидеть невозможно. Ну, вообще-то, Сёмка, о девушке надо заботиться целиком, а не об отдельной её части. Давай, не умничай, нормальный подарок. Салюты ограничены. Ух ты, кресло! Андрей Евгеньевич, это вообще-то подарок. Не ожидал. Угодили чертяки. Я вот в точь-в-точь такое хотел, ортопедическое. Честно говоря, я в шоке. Сами догадались, или кто подсказал? Сами догадались. Точнее, Семён додумался подарить кресло. Ну, это как бы... Молодец, Сёмушка. Не ожидал, что в твою голову может влететь такая светлая идея. Я тебе этого никогда не забуду. И впервые, кстати, это звучит не как угроза. Здравствуйте. А вы у нас, Рыжиков? С утра был, Рыжиков. Можно? Нужно. А вы у нас кто? Варвара Николаевна, ваш врач. Я смотрю, вы улыбаетесь, это хорошо. Чего грустить-то? Не в морге же лежу, а здесь тепло, светло. И кормят неплохо. Если бы ещё и наливали, жить бы здесь остался. Ясно, а болит у вас что? Да не болит у меня ничего. Так кольнула сердечкой вчера, чтоб не скучал. И всё. И всё? Подождите, у меня здесь написано, что вы поступили вчера с недомоганием и головокружением. Ну, мне же нужен был повод, чтобы с такой красавицей познакомиться. Понятно, с вами не соскучишься. А как же? Я, знаете, как подруги сюда вашу бригаду веселил. Они с меня даже за проезд не взяли, хотя я им и предлагал. Кто тебя вообще просил рот свой открывать? А ты сам-то чё молчал? Я, между прочим, правду сказал. Кресло твоё, идея твоя. Даже подмазаться мог, хотя не стал. Да пошёл ты! Да ладно, Сёмка, не кипяти. Ты же хотел любимому человеку приятное сделать. Вот и сделал. Или ты хочешь сказать, что ты Быкова не любишь? Блин, вообще не смешно. Чё я теперь Ире подарю? Ну, не знаю. Можно книгу подарить. Говорят, книга — это лучший подарок. А от тебя-то это вообще будет элемент неожиданности? Чё скажешь? Да вот, думаю, бычок об твой язык поганенький затуши. Пойду к Быкову скажу, что не ему кресло было, и всё. Погоди, погоди, я с тобой. Я же должен быть рядом с другом в последние минуты его жизни. С тебя две шестьсот. Может быть, пятьдесят грамм? За встречу. Да не, я же за рулём. Смешно. Смешно. Андрей Евгеньевич, мне надо вам кое-что объяснить. Да не надо, Сеня, я уже разобрался, как здесь спинка откидывается. Кайф. За это чудо ты можешь просить у меня всё, что захочешь. Да нет, Андрей Евгеньевич. Тут как бы... Смелее, Лобанов. Моё сердце открыто для тебя. Если хочешь уйти пораньше, то я не против. Ну, это хорошо. Здорово, Андрей Евгеньевич, замечательно. Просто это кресло. Согласен. Подарок солидный, ничего не скажешь. Но, если ты надумаешь взять отгул, то бери. Ну, а чё? Реально удобное кресло. Я не понял, а чё ты задницу-то свою здесь устроил? Ишь ты! Это моё кресло. Булки он тут свои мнёт. В моём кресле. Ты лучше шевели ими в третью палату. Тебя там ждёт шикарная атмосфера, созданная Крюковым и его метеоризмами. Ксения, короче, чё хотел-то? Да, так, ерунда. Ну, чего уставился? Поскакал, поня? Ты, кстати, с диагнозом Синицына разобрался? Я в процессе. А-а-а. Скорбняга ты, Сеня. Ладно, неси историю болезни. Я тебе помогу. Ну, Валентин Сергеевич, не переживайте. Вы не первые, кто из зеленоградского профилактория ко мне с такими новостями возвращается. С вас две тысячи. Это только потому, что мы с вами не первый день знакомы. Иван Анатольевич, вот четыре, и вы меня по-прежнему совсем не знаете. Ну, как скажете. А как вас, кстати? Иван Анатольевич. Ну и всего хорошего. Что тебе, Фил? А, я сегодня у вас должен работать. Андрей Евгеньевич меня наказал. Прекрасно. Давай, иду в лабораторию, там для меня анализы приготовлены. А я сейчас все правильно понял? Вам только что взятку дали. Фил, во-первых, не надо скромную, безобидную благодарность оскорблять таким унизительным словом. Взятка. Во-вторых, это не твое дело. Как не мое? Я же все видел. Значит, я свидетель преступления? И что мне теперь прикажешь сделать? Убрать тебя? Фил, не пари ерунду. В следующий раз стучись перед тем, как войти, и не станешь свидетелем. По закону я должен сообщить полицию. Если я этого не сделаю, я стану соучастником. Успокойся, Фил. Не скажешь, не станешь. Давай, иди отсюда. А вам это не страшно? Можете попасть в тюрьму. Страшно, Фил. Очень страшно. Но такова Russian tradition. Бояться, но брать. Так все делают. Особенно бюджетники. Андрей Евгеньевич, а можно Рыжикова завтра перевезти на дневной стационар? А ты что, целительница народная, научилась сердечников за полдня на ноги ставить? Он же только ночью поступил. Ну что? Он, знаете, какой бодрый. Шутит постоянно, смеется. И чувствует себя прекрасно. Ну что ему у нас зря время терять? Из чего он такой бодрый? Ну как? Просто характер такой. Веселый человек. Ты иди лучше этому веселому человеку кровь на наркотики проверь. Там ситуация и с приступом, и с бодростью его прояснится. Андрей Евгеньевич, при чем здесь наркотики? Просто Рыжиков во всем старается видеть только хорошее. Валя, запомни. Люди по сущности своей это унылые и угрюмые самоеды. Особенно, если у них вчера был сердечный приступ. А я, Андрей Евгеньевич, все равно уверена, что нормальный. А я, Чернаус, тебя на дежурство оставлю. Так что иди проверяй. Иди спорь! Как скажете. Сынок, ты меня в туалет свези перед ЭГГ. Опять? Мы же перед УЗИ там были, дедули. Да везите, говорят. Посмотрим, когда тебе 70 стук. Ладно, ладно. Только я думаю, до 70 не доживу. У меня работа вредная. На Скоряке еще одна байка была. Бригада забыла дефибриллятор на вызов. А клиент уже того, ну, отъезжает. И, значит, этого мужика водила прикуривателем от аккумулятора с того света вытащил. Представляете? Да уж. Креативные люди на Скорой работают. Фольклором занимаются. Ты что несешь, Славанов? Там же даже напряжения не хватит. А ты что уши-то греешь? Сказано было, что вымышленная история. Лучше следи за напряжением у Пал Палыча. А то у него предохранители барахлят. Давай бегом на ЭКГ. Ну что, Андрей Евгеньевич, еще по кофеечку? Да хватит уже кофейку, Сеня. Тебе еще синица налечить, а мне за тебя перелечивать. Пошли. Здравствуйте. Здрасте. А где Иван Натанович? Вот и нам интересно знать, где ты, Иван Натанович. А зачем он вам? Дело у нас к нему, молодой человек. Вас это не касается. Нет, знаете, возможно, это меня тоже касается. Я бы хотел дать вам показания. Андрей Евгеньевич, я все анализы сделала. У Рыжикова никаких наркотиков нет. Чем не могу помочь? У меня давно нет знакомых дилеров. Отстань. Ну, получается, вы зря на него наговаривали. Он ничего не принимает, он просто радуется жизни. Дай-ка сюда. Ага. Ага, ага. Вот. Получается, что безработный, 42-летний, разведенный чувак с язвой желудка и преданфарктным состоянием просто радуется жизни. Ну, да, а что такого? Направь его к психиатру. Либо он наркоман, либо псих. Третьего. Не дано. Андрей Евгеньевич, почему вы не верите, что человек может быть просто веселым и жизнерадостным? Почему вы думаете, что у него обязательно что-то не так? Варя, даже поговорка есть. Смех беспричинный признак, дурачина. Иди, проверь ему голову. И себе заодно. У меня давно подозрения есть. Романенко, это что это такое, я не понял? У тебя, Романенко, не поймешь, улыбаешься ты или тужишься. Это вам, Андрей Евгеньевич, подарок. Да? А что, даже сапенов вызывать не надо? Да мы вместе с Семеном хотели подарить, на самом деле. Просто у меня курьер задержался. Вы открываете, открываете. Ну, ладно, посмотрим. Ага, клавиатура. И мышь. Игровая. Спасибо. Тронут. Ладно, потом подключу. Чего расселся-то? Иди работать. Как работать? Тупо, бездарно, коряво, убого. Ты ж по-другому не умеешь. Ты чего до сих пор Крюкову назначение не выписал, пока ты здесь ушами шлепаешь. Он там ласту может поклеить. Ну, я просто думал, вы мне поможете, Андрей Евгеньевич. Чего ты гонишь-то, Романенко? Ты не умеешь думать. Я не собираюсь тебе помогать. Я не нейрохирург. Бегом работать. Извините, что заставил вас ждать. У меня просто завал. Все с отпусков возвращаются. Просто ад. Ну, надеюсь, вы не скучали. Что, мы не... Нас твой коллега развлекал. Фил Ричардс называется. А, Фил. Ну, и как? Не представляешь, ни с того ни с сего, как зашел, как давай на тебя стучать. Два листа показаний написал про то, как ты взятки берешь. Вот, сучаныш. Все написал. С подробностями. Иван Натанович, вы бы поговорили с ним. А то это он сейчас ошибся. А в следующий раз может и по адресу написать. Да нет, тут говорить бессмысленно. Тяжелый американский случай. Тут по-другому надо. Ну что, Варюш, как у меня дела? Ничего, Михаил Степанович. Вот анализы почти все готовы. Будем лечиться. Правда, заведующее отделение говорит, что вас надо еще психиатру показать. Но я думаю, не надо. А зачем психиатру? Нам здесь, по-моему, и без психиатра весело. Да, Варвара Николаевна? Да, Михаил Степанович. Просто он говорит, что если у вас нет жены, работы, проблемы со здоровьем, то вы обязательно должны быть хмурым и укрюмым. Пред какой-то. Но вот не может он понять, что вы на все проблемы смотрите легко и просто радуете жизни. Правда ведь? Я больше так не могу. У меня все плохо. Все не так. У меня ничего не помогает. Ни психологи, ни таблетки. Я держался, пока вы меня не напомнили. Я не хочу так больше жить. Я хочу уверенность. Тихо, 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 тихо. Вызывали, Иван Натанович? Вызывали, молодой человек. Вызывали. Что, что здесь происходит? А вот здесь уже вопросы задаем мы. Вы написали, что гражданин Купитман и Н получил взятку в размере четырех тысяч рублей. А вот сам гражданин Купитман утверждает, что никаких денег он не брал. Вы за это ответите. Вот выйдешь лет через восемь, тогда и ответим. Что же, а подождите, как через восемь лет? А вот так. У нас сейчас с коррупцией очень строго. Взял четыре, получил восемь. Так что суши сухари, Купитман. А вам, товарищ Ричардс, огромное человеческое спасибо. Если бы не вы, мы бы этого жулика никогда бы не взяли. ведь у нас, кроме ваших показаний, на него ничего нет. Ага. Подпишите здесь и здесь, и все, можете быть свободны. Нет, знаете, я ничего не буду подписывать, и вообще я хочу забрать свои показания. Здравствуйте, приехали. Что значит забрать? А, просто, я написал неправду, это мне показалось, он ничего не брал. Извините, это недоразумение. Ты слышишь, Володь, по-моему, это дача ложных. А что значит дача ложных? Дача ложных показаний. Статья 306, часть 3. До десяти лет лишения свободы. Давай, давай-ка, Володь, перебрасывай браслетики на интуриста, или подпишешь. Нет. Дача ложных. Я хочу звонить своему адвокату. Не получится. Звонить в Америку дорого, будешь письма теперь писать. Давай, шагай. Черноуз, если ты в доставку звонишь, то мне пиццу с грибами и цезарь с курицей. Нет, я в психиатрию звоню, но по поводу Рыжикова. У него... А не надо. Все, давай, клади трубку, приказ аннулируется. Ой, почему? Ну, потому что я делаю то, что хочу. Это во-первых. А во-вторых, я мог ошибаться. В смысле? Прямо. Мне вот Лобанов сегодня кресло подарил. Удивил. Кто знает, когда наши планеты в Солнечной системе так же сойдутся. Приятно. Может, и твоего Рыжикова кто-то так же неожиданно удивил. Ну вот, а вы не верили. Ну, каюсь. Был не прав. Вот. Радуйся, Варя. Ты присутствуешь при историческом событии. Когда я еще покаюсь? Правильно. Никогда. А можно психиатров терапию срочно? Анастасия Константиновна. Сообщите, пожалуйста, в посольство. В какую еще тюрьму? Что за чушь? А вы, женщина, собственно говоря, кто такая? Я, собственно, женщина-главврач. А вот вы кто такие? Мы? А мы? Настя, я тебе сейчас все объясню. Андрей Евгеньевич, вы издеваетесь? Разумеется, но только не сейчас. Я занят. зачем вы мне еще одного больного дали? Я же не успею, вы знаете. А ты не торопись и успеешь. Тем более, у тебя вся ночь впереди. Дежурство? А за что? А все за то же самое. Низкий КПД из профилактических соображений. Ну это же не честно, Андрей Евгеньевич. Почему вы с Лобановым целый день сюсюкаетесь, а меня гоняете, да еще больше? Я же вам тоже, вон, подарок подарил. Да потому, что у Лобанова это был чистый, искренний порыв. Просто так. А у тебя это был жалкий, мелкий расчет. Да какой там порыв, Андрей Евгеньевич? В этой больнице нет ни одного человека, который просто так бы вам сделал подарок. Он это кресло вообще Ирине купил, психиатричкой своей. Эго как. Андрей Евгеньевич, я пошутил. Это неправда. Я просто горяча так сказал. Я пойду, меня там больной ждет. Спасибо тебе. Тебе спасибо. А мне за что? Ой, да ладно, как будто бы я не знаю, кто мне кресло подарил. Кресло? Все. Ну, может быть, хватит уже? Я же знаю, что это ты. Да не за что. Ты такой хороший, такой внимательный, такой заботливый. Заметил, что у меня кресло уже разваливается. Да ладно. Если хочешь, мы можем сходить в кино сегодня. Ну, сегодня не получится, у меня работы много. Ну, может быть, тогда завтра? Ну, походу, у меня вся неделя загружена. Жалко. Ну, ладно, будет желание, звони. Конечно. Лобаныч, ну, не обижайся. У меня реально просто вырвалось. не специально, я правда быков сволочь бесил. Ну, извини меня, Сёма, прости, прошу тебя. Ну, что мне сделать? Ну, хочешь, я в магазин сбегаю, куплю, что-нибудь посидим, поговорим. Я хороший, заботливый, внимательный. Что? Субтитры сделал DimaTorzok